друзья всем привет вернулась к нам работа недавно уехавшие вот такое повреждение на бампере сделать надо как-то локально вот как локально я еще не определился поэтому вы пишите в комментариях как бы вы сделали локально а я пока что подготовлю это дело под окраску бампер надо снять потому что фара потеет человек хочет и фару поменять поэтому снимаем бампер вы пишите а где бы вы разошлись или целиком бы локировали а потом все это дело обсудим так помыли почистили сейчас греем и чуть-чуть ровняем лишнее вначале срежем вообще то что уже отделено от бампера физически у нас поехали тут чуть подрезал она остыла это себе зону отобью дальше которые не надо лезть в эту сторону потому что еще не определился в итоге где буду делать переход ну переход буду делать однозначно здесь то есть десятка подушатаны ровняем выровняли подправили чутка формы но все равно остается такие глубокие загрызы их чтобы вытащить тут я потеряю угол у меня просто не хватает места зеленый скотчбрайт промотовым это крупная риска в районе там 200 получается промотовую повыколупаю все что-то внутри есть ворс какой-то пластика это будет сейчас прошпаклевывать тут без варят не есть вариант конечно взять это все проварить еще расчистить но это так это дольше в этом случае несет никакой смысловой смысловой нагрузки то есть тут не нагруженное место но не порвано и нам надо заполнить только недостающую часть на пластике расчистил пошире в районе вот этих загиба который был чтоб тут краски не осталось бампер был окрашен нами он снимался полностью до пластика поэтому тут один слой краски не проблема сейчас тоненько про шпатлюемся очень жаль что нету шпатлевки по пластику у нас бодевская закончилась украине ее купить негде поеду когда на семинар в москву обязательно с собой привезу ящик шпатлевок потому что всякие у нас сейчас взял еще одишны попробовать мы тоже самое не то пальто вообще не то какой нам руслана ставил по фирме еще кьюри финиш то же самое шлак как бы ну не та шпатлевка которой я привык бодевской вообще нету ни одной а квиклайн на квиклайн ни одна шпатлевка по пластику и рядом не стояла с бодевской уже все перепробованы и наверно больше искать не будем хорошо только не давали у всех они прекрасно трутся замечательно самые лучшие но и по факту шлак я не знаю что там будет с этой шпатлевка делают почему она у них такая именно по пластику такая которая нет ни у кого ну реально нет ни у кого уже все все перерыскали минут так наверное 40 теперь надо чтоб она высохла до состояния когда ее можно начать тереть плеваться от того как она забивает наждак но не меньше смотрим тут ух ты блин залез туда куда не надо надо себе оградить так сказать зону это не страшно под перетирку на дальнейшую покраску пойдет тем более лаком угол сюда по любому целиком не есть хорошо попробуем перетирать на сейчас будет смотрим что-то чисто сейчас будешь и забивать уверен ну смотрим что забивает наждак причем забивает так серьезно ну по крайней мере перетерлась теперь вручную сейчас под добьем файн суперфайн это у нас файн нет крупного то сейчас возьмем либо оселекции либо что у нас тут имеется 600 800 1800 пойдем что-то сейчас найдем в районе 400 хотя бы возьмем чуть посвежее задача выбить риску мурати тут царапки в принципе мы в этой же зоне и загрунтуемся даже расклеиваться не буду так готово грунтование мы посмотрим может быть и вообще загрунтуюсь чисто вот этим вот грунтом по пластику он дает у нас до 40 микрон толщины его можно окрашивать как мокро по мокрому используют на протиры так и под перетирку через 30 минут вообще его сейчас хочу использовать как адгезионик да проверить подпшикнуть и пойти разводить грунт именно для наполнения но почитав его характеристики я понимаю что я могу этот ремонт выполнить и им черный цвет короче когда мне их показали я хочу взял два штуки а для меня было удивительно нигде еще ни у кого не видел и черный и белый грунт для подпшикивания именно по пластику обычно там серые темно-серые светло-серые здесь черный белый это вообще шикарно допустим черный цвет да у нас черное было все отгрунтовано бампер там там против там против там против мы берем серым фигачим у нас яркие пятна такие нога под краску под покраску черное или же на белом наоборот на черном еще не так критично вот на белом когда вы пшикаете у вас все белое вы пшикаете серым это конечно критично посмотрим как он себя покажет ну штука должна быть интересного не дешевый сразу скажу реально ни хрена не дешевый санчетом под десятку по моему да он что-то около там за 10 евро он по моему стоит то есть это не дешево для грунта но его надо как бы немного поживет увидим я еще ничего не пробовал делать это как первая работа и так расклеились подсушились берем 400 в принципе грунт высох очень очень хорошо и растянулся он быстро проседает за счет того что однокомпонентные под мокро по мокро рассчитан 400 теперь 600 кокс и 800 ку новенькую возьмем собираем пыль посмотрим что вы тут сделали это обычный антисиликон позволяет посмотреть как будет выглядеть поверхность в глянцевом состоянии все отлично все отлично теперь готовим под переход переход я решил сделать по такой траектории тут тут здесь вдоль кантика выходим сюда тут по внутреннему конту ухожу здесь вот эта часть пойдет под лакировку не хочу и лезть туда потому что очень много плоскостей на внутренних полках бампер полностью надо будет разобрать вообще рассыпать весь потом там выполнировать когда с таким подходом проще его было весь заматывать под лакировку эту полку тоже это очко не трогать это очко я его не трогаю разматываться буду оранжевым асселексом это 1200 ориентировочная остатки которые здесь на ребрах допустим это я уже буду делать серым скотчбрайтом мерковским у него градация 1500 он просто мягче чуть работает тут я грубую прошел если переход будет идти вот тут я прохожу чуть-чуть дальше смелее остальное жесткий братика допили ну и тут то же самое здесь на 1200 у меня будет лежать лак в камеру открасился не показал у меня камера села на зарядке стоял в общем открашен вот этот кусочек только сейчас протираю здесь в районе подвалики потому что тут в любом случае ну чуть-чуть черного сухаря как бы есть оклеено все валиком у которого один угол одно крыло свободное всегда остается это мирковский валик для переходов очень шикарного себя показал и открашивать сейчас буду точнее отлачивать таким образом укрываю lph 80 1.2 дюза лак mc 405 леклер порут полутораслонник но укрываю здесь делаю припыльчик и наливаю глянчик вот с этой стороны чтобы у меня вот эти парашюты сдерживали образование жесткой линии потом расклеиваюсь бумагу снимаю меня пленкой запечатана половина наливаю сюда ну или еще сейчас процессе решим наливаю переходничок добиваем остатки и потом уже пройдем чистым переходником леклеровский делаем припыльчик так есть припыльчик ну и начинаем плачить я как бы сюда не доливаю аж под вот так спад наизнанке есть так тут у меня очень много лака сливаем мне надо оставить вообще вот столько децел как мне не хватает столика тут какого то наливаю переходничок примерно один к одному пропорция салфеток нету что-то я пошел в камеру неподготовленный вот липкой салфетки старый стравливаем сливаем густой лак уменьшаем подачу сейчас я пролачу тут прям под валике добиваю глянец стравливаем может чуть больше есть все это ствол нам больше не нужен теперь аккуратно расклеиваю стравливаем пиак макарёк захочешь приклеить блин так не приклеишь снимаем валики берем переходник тут все конечно попроще по линии а вот здесь надо чутка чутка подзаморочиться здесь все обезжирено очищено так же как под покраску то есть водой обезжирено водной обезжирено сальвентной несколько раз чтобы сейчас вот этот переходник тут не наделал нам никаких делов очень осторожно надо этими штуками пользоваться они текучие могут потянуть такой срыв сделать этого нельзя допускать путем не переливания просто его аккуратно лучше погулять минутку пусть он подсохнет чуть-чуть и еще пройти так в общем неплохо вообще конечно перейду целый бампер довольно таки разумное было бы решение но он уже засколен причем засколен серьезно я не знаю когда на этой машине успели погонять мы и делали не так давно и и долго собирали очень ну бампер уже понизу сколы засыпанные по боку вот видно то есть тут кое-де-соринка все остальное это мелкие сколы это конечно весь бампер когда лачить ненормально не прокатит именно поэтому и потянулся в переходы чутка испарилась и еще все этого достаточно вот так оставляем сохнуть помою пока пистолета межлойка такая нормальная пройдет чтобы он уже был уверенно сухой и включим сушку продолжим заниматься бампером я его сушил в камере чуть-чуть посушил лампы сейчас самые крупные соринки какие есть подрежу каттером потому что у меня там откуда-то подсыпало но я делал двойной окрас кроме бампера еще кое-что красилось может из-за этого не знаю но есть какой-то крупный сорт хотя красил миником давление и опыла никакого ну это не беда подотрем тут ничего тут ничего здесь у меня значит чуть-чуть я переборщил с переходником у меня легкий надрыв сейчас его так даже не потек а именно просто причем это переходник который я разбавлял с лаком то всего много потому что переходник который с баллончиком он выглядит примерно не знаю он даже наверно не будет видно то есть у него ну вот пытался образоваться но у него не получилось то есть он потек не имеющий как бы толщины тут надрыв имеющий толщину потому что ее нужно подточить то есть сейчас вот это все дело подтачиваем сам переход получился хорошо то есть он размылся все нормально я тут в принципе и наждаками даже наверное не буду мы попробуем сейчас заклею лючок скотчем опять чтобы на нем на торце ничего не протереть и будем аккуратно работать пробовать полировать если не пойдет по полировки может быть чуть-чуть там трезачком тирана в общем это в процессе надо смотреть все таки я попробую сейчас чутка 2000 пройду чуть-чуть эту пыль как бы сниму переходную потом подотрем вот эти все дела замечательный переход сожрался мне прям нравится ой хорошо хорошечно сейчас сразу утираю вот эту потому что вот переходник видно прямо как он старый лак въедается въедается но его можно мелким абразивом убрать выбираем его подальше от перехода там я уже его могу в принципе мехом взбодрить будет все будет отлично 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 песня будет вас теперь 1500 3 подтираю то что тюркатором так полировать буду сейчас рупесовский мех длинный, длинный шерсть. Пройду тут, тут начну с поролона, потому что переходы мехом-шерстью пилить стрёмно. Продолжение следует... Блин, отлично убирается с этого лака полторушка, прям, фух, и нету ничего. Всё-таки я вот тут переходик убрал мехом на малых оборотах. Очень интересно, знаете, мех. Давайте глянем маркировку. Medium Polishing Pad. Удобная штуковинка. Малые обороты, прогрева никакого, исключительно механическая резка. То есть тут всё, минимум. Великолепно, ёлы-палы. Ну, вот тут переход. То есть нельзя как-то видно. Шикарно. Шикарно. Санёк, переход вообще просто... Та такая просто... Ну, просто огончик. Так, ну всё. Собственно, из самого сложного всё сделано. Теперь поролоном дать блеск, чуть-чуть идти туда в стороны, ставить на машину, как бы, ну, собирать эту ячейку, ставить на машину и... И всё. И всё. Единственное, что хочу сказать по поводу переходов. Переход это всегда такое. 50 на 50. Получится, не получится. Иногда надёжнее взять всё целиком, отлачить, чем рисковать по поводу потянется, не потянется, сорвётся где-то что-то, там потечёт на переходе и так далее. Именно поэтому что-либо окрашивать в переход в плане цены, да, фактически должно стоить так же, как как раз целикового элемента. Потому что риск на переделку есть всегда. По поводу грунта в баллончике. Сушка. Пушкой была два раза, потому что я параллельно красил ещё одну. Потом сушка лампой была минут 40. Так, ничего не села, не контурнула. Грунт нормально себя, в принципе, показал для такого ремонта быстрого. Но по цене он получается, в принципе, то на то, что покупать в хорошей, качественной в банке. Но очень удобно в плане какие-то протиры именно из-за цвета. Белый и чёрный. Это довольно-таки интересно. У меня на этом всё. Если есть вопросы, какие-то коменты, я почитаю, где бы вы сделали переходы. Мне интересно. Но я выбрал вот самые узкие части. Чисто за то, что тут узко, тут узко, и вот тут узко. Дальше всё это ребра идут. Мне показалось так правильно. Всем пока.